Вот мы сейчас находимся на улице 9-я рота. Вот это Суворовская улица, вот это 9-я рота. И вот здесь между Суворовской улицей и улицей 9-я рота, в Преображенском районе на востоке Москвы, недалеко от Электрозаводской улицы, 1-го Электрозаводского переулка, были построены вот эти вот 4, ну уже, можно сказать, бывших жилых дома для рабочих бывшего Московского электролампового завода, сокращенно МЭЛС. Ну вот видите, какие дома. Эти дома были построены в конце 1620-х годов по проекту архитектора Мотылева. Ну это где-то примерно 1627-й, 1628-й, 1629-й годы. Ну вот примерно так. Вот. И построены они были как-то достроены в стиле конструктивизма. Вот. Вот там, кстати, собака, видите? Охраняет она. Вот. В стиле конструктивизма для вот конкретно рабочих этого завода. Ну тогда было принято строить для рабочих крупных заводов жилые дома, именно конкретно от этого завода, чтобы рабочие там жили. Ну, соответственно, было где им жить, да? Ну и, соответственно, легко было добираться до работы, потому что, в принципе, здесь вот этот электроламповый завод находится совсем неподалеку. Вот буквально там, вот за тем зданием, там проходит, ну чуть-чуть подальше, метров, наверное, может 300, да? Там проходит электрозаводская улица, на которой, собственно говоря, и находится вот этот бывший электроламповый завод. Ныне это холдинг «Московский электрозавод». Вот. И вот как раз там первый электрозаводский переулок, и по нему можно как раз и перейти вот отсюда, с Суворовской улицы, на непосредственно вот электрозаводскую улицу и выйти к этому заводу. Ну, конечно, естественно, удобно было. Дома эти были коммунальными, то есть дома коммуны как-то достроили, коммуналки фактически, коммунальные системы с общим коридором, ну, как обычно, скажем так, да, вот эти все, как говорится, прелести коммунальной жизни общей. Ну, тогда так строили, и, как говорится, ну, как говорили, в тесноте да не в обиде, да, то есть, в принципе. Ну, жили так вот вместе, вместе работали, вместе жили, конечно, было много общих интересов, как говорится, общая работа, которая как-то людей сплачивала. Вот. Ну, а потом, получается, этим домам уже 90 лет, да, почти 100. Дома постепенно, естественно, обвешали. Вот уже, хотя и довольно-таки, они выглядят довольно капитальными, но все равно время берет свое, да, и, в общем, в коммуналках тоже мало кому сейчас жить хочется. Ну, и в результате, по крайней мере, два вот этих корпуса, вот их я вот вам показывал, четвертый корпус и вот этот третий корпус, вот всего четыре корпуса, да, вот этих домов, их уже отселили точно, то есть, они уже не жилые. Что касается первого и второго, ну, там, не знаю, по-моему, тоже они уже отселены. Вот. Я, насколько знаете, дома не попали в реновацию, но очень вероятно, что даже без всякой реновации, в общем-то, их вполне могут снести, вот эти дома. Просто потому, что они уже не жилые, ветхие, ну, что ж тут оставлять, в принципе, да, уже как-то смысла нет. Ну, вот видите, такой общий двор, то есть, они составляют как бы каре такое, да, с общим двором. Вот. Ну, и здесь вот люди, как говорится, жили. Ну, вот видите, все уж тут заколочено, заколочено, заброшено. Ну, не всегда было так. Было время, когда тут все было, работало. Ну, там, в середине, такое здание небольшое, трехэтажное, по-моему, это сейчас гостиница, ну, или как отель, как бы, хотел, да. Вот. Ну, когда-то это, не знаю, что это было, может быть, типа, ну, тоже, наверное, жилой дом, скорее всего, может быть, какой-то предприятие, что-то здесь было нежилой, какие-то, может, магазины. Ну, вот перед нами как раз трехэтажное здание. Это типа хотела. Ну, это сейчас, а вот раньше, естественно, это не был хотела. Хотель, как бы, был хостел, да? Хостел, да? Гостиница, отель. Вот. А уже было, очевидно, жилым домом, наверное, таким маленьким. Посередине он стоит, как бы, между вот этими четырьмя корпусами красно-кирпичными, мощными. Ну, там вот Суворовская улица. Вот. И еще за этим корпусом еще два вот таких же подобных жилых дома. Вот они. Ну, там разные есть, как бы, сведения. Кто-то говорит, что они обитаемые, не понимает, как живут. Кто-то говорит, нет. Сейчас, давай посмотрим, что там происходит. Это Суворовская улица. Ну, судя по всему, тоже уже дом необитаемый. По крайней мере, вот видно, что окна заколочены. Да, правда, еще и детская площадка тут, я смотрю, вот есть. Вот. Так что, может, еще недавно жили. Ну, тут вид, конечно, плачевный такой достаточно. Ну, тут гостиница. Ну, вот это вот. Да, и судя по всему, здесь уже тоже не живут люди. Вот. Вот еще один корпус. Сейчас посмотрим. Вот последний корпус. Ну, а вот здесь, по-моему, еще живут люди. Вот в этом доме. Да, похоже на жизнь. Конечно, он такой уже довольно облезвый. Но видно, что еще что-то там техница какая-то живет. Ну, вот такая ситуация. Но я думаю, что все равно, если даже еще вот в одном из корпусов, скорее всего, еще какая-то жизнь не продолжается, то думаю, что, наверное, уже недолго осталось. И тут, скорее всего, скоро все полностью снесут, наверное, и уже будет, соответственно, новая жизнь. Видите, даже сняли указание, указатель, какой номер дома. Ну, чтобы даже никто и не пытался туда попасть, на что-то надеяться. Все, вот этот еще, по-моему, там что-то кеплится. Какие-то даже машины вот стоят. Ну, хоть есть тоже стоят, но я думаю, что они уже не от этих жилых домов, конечно, а скорее уже изобретутые приятели. Вот. Ну, видите, даже площадка там произведена. Ну, да, здесь вон еще кондиционер стоит. То есть видно, что живет. Ну, вот, наверное, последний остался этих домов, построенный для электроламповых завода. Ну, нет завода, соответственно, нет уже и домов, по сути дела. Нет, ну, вернее, дома остались, но люди уже, по сути, не прожили. Ну, вот, смотрели. До встречи. До встречи.